Мы уже с вами говорили про систему, как считали отстыки. Мы с вами говорили о том, как считали Майя. И надо отметить, что в их системах, если вы помните, да, не было для отдельных чисел символов. А именно, было несколько точек, да, и тогда мы говорили, что это 5. В отцехах был ромбик, и мы говорили, это 10. Где он стоял? Ну, наверное, не так было важно, потому что, к сожалению, приходилось для того, чтобы посчитать, пересчитать, пересчитывать все символы, сколько их, отвечая на вопрос, сколько их. Давайте, слайд, два флажовка, кто не забыл? Два, молодцы, что не забыли. Ну и хорошо, давайте посмотрим, кто же может мне посчитать, какое число записано? 75, ну это гвоздик в программе. Это гвоздик, потому что, если было бы 6, то отстыки написали бы так, 5, черта и единичка. И вот тогда это действительно было бы 6. А так, это 75. Итак, количество символов, недостаточно было написать какой-то символ. Надо было еще их пересчитать, эти символы. Ну, давайте посмотрим, кто помнит Египет. Я, опять. Это хорошо, что много желающих. А сейчас я для многих желающих напишу число. Итак, опять, каждый символ что-то обозначал. У нас есть... 575. 575. 575. Правда же, неудобно пересчитывать количество символов. Да? Чем лучше позиционные системы? Мы только что смотрели с вами. И когда мы пишем число, то оно уже говорит, сколько сотен? 5 сотен. Сколько десятков? 7 десятков. Сколько единиц? 5 единиц. То есть не надо пересчитывать подряд все символы, которые нарисованы. Поэтому позиционная система, конечно, в этом плане удобнее. Древние грехи продвинулись вперед и ввели... Поскольку алфавит уже был, то числа, которые они считали, они записывали как буквы алфавита. Единственное, чем отличались альфа... Альфа от единицы, это тем, что наверху писали черту. И будет тогда единица. 2 бета с чертой наверху. 3 гамма, дельта 4, эпсилон 5 и так дальше. С чертой наверху переписываем себе аккуратно. А это все? Что значит все? Это алфавит. Нет. Верутовно. Алфавит и даже некоторые буквы, которые не использовались в алфавите, применялись. Можно даже взять энциклопедию. А вот, например, 10, это уже будет пи, да? Лямбда, мю. Мю это 40. Пересчитывать тоже ничего не нужно. А у них что, надо всеми цифрами пи? Нет. Если вот пи, да? Если у тебя над буквой есть черта, то это уже не буква пи, а число 80. Это древние греки. А если убрать черту, то это может стать и 14, 15, немножко большей диктой? Нет. Вот 92 это не может быть. Потому что если тебе захочется написать 92, то ты тоже напишешь черту. Смотрите, 92. Значит, как ты запишешь? Ты запишешь 90 и 2. И с чертой наверху. Ирина Борисовна, я бы хотела сказать, что пи может обозначить вот это число пи само, 30, 15, 14, 15. Нет, это уже позже. Это уже позже. Разумеется, ро, там число гаодро пи, это 3,14 и так дальше. Что еще? И дельта, и экселт. Это все числа, которые используются в математике, имеют частое использование, но это вовсе они не имели в виду 3,14 и дальше. Они не имели в виду, если пи, то только 80. А тауэ это сколько? Тау. Тау посмотрим. Знаете, как в фон-инглиш. Заглянем в волшебную книгу. Понятно, что весь алфавит наизусть знать невозможно. Вес, греческий. 300. 300. Тау изображается так. 300. Ну давайте, раз уж написали. Тау лямбда гамма. Что же это за число? 400 черт 5. Да. Это, если вы правильно посчитали, то это будет 300, 30, 3. Мы обошлись бы одной цифрой. 3 в разных позициях. Больше того, безусловно, не очень, наверное, удобный расход точки. Потому что, если вы пишете число сверху черточку, а впереди, например, видите, такая вот палочка, да, рисочка, то это уже не единица, а тысяча. Соответственно, бета и спереди палочка, черточка, это уже 2 тысячи. Угадайте, это какое будет число? 3. 3 тысячи, правильно. 3 тысячи. Давайте посмотрим, как мы бы записали число 11. Вот надо бы сказать вам, что 11 запишется так. А это 1? Да. Вплоть до 20. Как мы сейчас пишем. Вот вы сейчас ходите и пишете 41, например. 4 десятка у вас сначала идут, потом единицы. Вы говорите 41. Почему детям, особенно в начале школьных, трудно учить отдельно первые 20 чисел? Потому что непонятна связь с другими. Вот 73 идет, 7 десятков, 3 единицы. 52, 5 десятков, 2 единицы. А что такое 15? Начинается счет с пятерки. 5, 15 обозначает, что есть еще десяток. 14 начинается с чего? С 4, а потом приваляется 14, что есть еще десяток. Вот традиция эта пошла еще с древних греков. И тогда эти числа запишутся соответственно так. 15 сначала запишется 5. Давайте я вот здесь что-ли запишу. Эпсион и. Так, дальше у нас 14. Значит, запишется сначала дельта. А вот 41, да, мы уже записываем так, как мы привыкли. Сначала мы будем записывать десятки, это мю, мю, греческая, а потом уже единицы. мю, альфа. 73 нашли. Да, вот, зама. Ну и 52. Собственно, поскольку письменность на Руси была заимствована из Византии, а это более глубокие корни, соответственно, древняя Греция и Иоанитское письмо, то здесь мы тоже считаем так. Если вы вспомните алфавит, который сложился позднее, да, вы помните у нас А, Б, В, Г. А, Б, В, Г. И тогда на букву Г должно было бы упасть, какое число выпасть? 4, если номеровать подряд. Но было на самом деле не так. На букву Г у нас глаголь выпала цифра 3. И вот эту вот черточку называется, назвали титла. Увидели? Она не просто черточка, еще вот с такими в разные стороны, заковырочками. А вот титла. тогда соответственно наша В будет 2. Потому что БЭТА мы читаем как Б, у нас две буквы, у нас есть буква Б, да, то, что идет отгонное БЭТА, В, но мы пишем В, потому что по написанию похоже на Нашу сейчас букву Б. Увидели? Да. Поэтому это у нас число 2. Ну и А наша А. То, что А, да, буква называлась А. АС ВЕДЕ ГЛАГОН ДОБРО. Есть. А. Кому интересно, вот может по по окончанию залезть в энциклопедию, безусловно, этим не заканчивается, поскольку для написания больших чисел требуется целое искусство письма. А последнее можете написать перевито? Вот 100. Что именно? 100 цифр. РО. Как буковка Р. РО. Вот это буква. Да, вот это не видно. РО. РО. Итак, ну вот, собственно, давайте посмотрим, удобно ли так писать. во-первых, удобно по отношению к тем системам, которые, например, были приняты в древнем Египте. Да? Написать 9 раз цветок лотоса, цветок лотоса, написать 9 веревочек и 9 поковочек было бы весьма затруднительно. Правильно? Считать неудобно. То есть каждый раз надо написать не только символ, но и пересчитать, сколько раз он встречается. Здесь одна запись обозначает число, и это число уже пересчитывать не надо, поскольку ни одно число, которое здесь изображено, другого числа не обозначает, кроме данного. в этом плане конечно было удобно. Любое ли число можно было записать? Ну вот допустим есть такое выражение в поэтов «мириады звезд». Вот когда хотят сказать что звездное небо, да? Говорят вот «мириады». Вот что это за «мириады»? А это когда нужно было совсем большое число, например. Ставили буковку «М» и вот здесь «Альфа». и будет десять тысяч. И будет десять тысяч. Не просто тысяча звезд, а и еще больше. Значит для каждого числа вот есть своя запись. Другое дело, что разумеется это целое искусство уметь прочитать. Понятно, что два раза больше это будет два раза больше. А в Древнем Риме? В Древнем Риме это другая система, римская система счисления. Она вообще не предполагала, чтобы записывали большие числа. Потому что в Древнем Риме мы сегодня ну давайте уже если Древний Рим как вы знаете он скорее завоевал культуры других, но вовсе не потому, что они умели хорошо считать. Они умели грамотно распоряжаться толпой. вот если научиться грамотно распоряжаться толпой, то можно провести такие завоевания, которые провели древние римляне. Они сделали вот у древних грехов что было плохо? У них безусловно была демократия, но каждый город считал себя независимым. А чтобы утвердить свою независимость, каждый город выпускал свою денежную единицу. И например один город выпустит монетку с профилем красавицы и поставит какая монетка? Кто видит? двадцать драк Другое может что-то другое от Чикани. Ширина дорог. Поборы на дорогах были тоже колоссальные, потому что каждый город делал разную ширину дорог. А что это означает? Это означает, что вам нужно ехать с телегой и на ось колеса должны быть разной ширины. Понятно? расстояние между колесами. Потому что одни делают дороги более узкие, другие делают дороги более широкие. Как в Японии меньше рельсов, чем у нас в России. У них во всей стране хотя бы меньше. А здесь представляешь, от города к городу меняется. поэтому торговля не способствует продвижению армии. Соответственно, римляне ввели единую денежную систему единый стандарт на дороге и после того, как дороги у всех стали едины по ширине, то, конечно, они завоевали достаточно обширную территорию. Хотя их система исчисления в зависимости их система исчисления не особо далеко ушла. Вы помните, единичка, пять, десять, пятьсот, и самое большое число, которое они могли записать, это, соответственно, было М, да, во всяком случае, больше не нашей, это тысяча, но можно было поставить два раза М, это было две тысячи, но, тем не менее, это число, конечно, не то число, не те числа, которыми могли оперировать и древние египтяне, и древние греки. А вот пятьдесят напустила. Ну, я пятьдесят напустила, пропустила, у нас сейчас не, как это, не тема, да? Эй, пятьдесят, кому интересно. Да, пятьдесят. Опять же, есть у нас темы, где была у нас римская система, римская система счисления, это уже можно посмотреть в энциклопедии, кого интересует.